Приветствую вас, и если не больно, то отмечу несколько моментов, которые, мне кажется, нужно обратить внимание вам для того, чтобы лучше понять проблему. Первый момент заключается в том, что у вас не сказываются отношения с мужчинами. Значит, с него не случайно, чтобы вы не подумали, что вы будете вокруг да около. Значит, этот момент связан вот с чем. Действительно, мужчины любят глазами, действительно у мужчин очень часто возникают грязные мысли, действительно мужчины могут пытаться выступать спонсором и всячески стремиться к отношениям без обязательств. И здесь очень важно для вас понять, что вы можете дать мужчине как женщине, что вам нужно от мужчины, как женщине, и можете ли вы это ему дать. Вопрос в том, что вы можете дать, и вопрос, хотите ли вы это дать, очень важный, потому что то, что вы можете дать исходит из ваших личных индивидуальных черт, а хотите ли вы это дать или нет, исходит из вашего желания и отсутствия или наличия, внутренних внутренних конфликтов. Понимание того, чего хочет мужчина, того, что он хочет и возможность дать ему это, не менее важно. Необходимо понять, чего хочет сказать мужчина, что в процессе общения и определяется, и после дать ему намеку, что вы можете это ему дать. И если мужчина понимает, то он начинает стремиться к вам, он начинает стараться, чтобы вы давали ему это и давали ему написать основу. Следующее, немаловажное, о чем мне бы хотелось вам сказать, это то, что понимание мужчин, понимание того, чего они хотят, очень важно. Но и подача важна, подача этого важна. Вы пишите, что с вами общаются либо как с приятельницей, либо начинают делать неприличные намеки. Ну, это означает, что вы, скорее всего, ведете себя слишком независимо, слишком самостоятельно. Первое и самое важное качество для мужчины, это видеть потребность женщины в его защите. А для женщины это возможность быть слабой. Именно быть слабой. И если вы не можете быть слабой для мужчины, считаете, что слабость есть слабость в привычном понимании этого слова, то отсюда и проблемы. Мужчина, в большинстве своем, испытывает к женщине чувство, и если это наличие прокладки, классический вариант, в том случае, если чувствовать, что ей нужна его защита. Если защита не нужна, то, соответственно, и откуда здесь взяться с чувством. Ведь если женщина прекрасно обходится без мужчины, то зачем ее завоевывать? А вот если эту слабость эту разу женщина показала, а потом хумнется вроде как сильно, мужчина стремится ее завоевать, чтобы она была с ним слабой. Ибо в слабости женщины кроется ее сила. Следующее, что нужно сказать, это определить ваше место в отношениях. Какие отношения вы сами для себя хотели? Отношения равноправы, отношения подчинения и лилитерства. Определите это и после полищите в себе такого мужчину, который бы разделял ваши взгляды на отношения. То есть тот, который бы соответствовал тому месту, которое вы определяете для мыши. И только так можно рассчитывать на успешные отношения. В принципе, это все, что можно сказать именно по факту взаимодействия. Потому что для более полной рекомендации необходимо все-таки больше информации. Следующее, о чем можно сказать, это то, что вы читаете много литературы. Это плохо. Литература создает некий казус, некое противоречие между вами и мнением других людей. Видите ли, психоаналитики недаром считают, что интеллект есть вследствие генерирования ошибок. Интеллект человека – это то, что усугубляет его неверную установку поведения. И если установка изначально была неверной, то восприятие новой информации происходит в соответствии с этой установкой. И вы по сути дела всего лишь приобретаете все новые и новые теоретические основы для исследования негативной установки. Поэтому литературу читать я бы вам не рекомендовал. Вы слышите себя, свои желания, свое сердце. И поступать так, как вы сами считаете правилами. А не так, как сам вас считают другие. Отмолю вас все-таки разобрать ваши страхи, даже сомнился в себе. Повышать уверенность, самостоятельную гордость. Вести себя как привлекательная действительно девочка. Но не как, простите, девице легкого поведения. И не как, простите, смейте королеву. А что-то среднее. И выдастесь баланс между этими двумя полицами. И есть ваша основная задача. Но к этой задаче вы придете по-своему. Не с помощью книг, не с помощью каких-то чужих средств. Вам надо найти свое средство. И найти свое средство вам можно только с помощью либо проб и ошибок самостоятельных, либо через работу со специалистами. Потому что, например. Вот, например. Например, вы все-таки вступили в активную связь с мышцами. Ну, вступили. Так бывает. Что плохого в этой связи, если она произошла по обоюдному желанию и на тех условиях, которые вы считали для себя приемлемыми. Вы получили удовольствие. Конечно, скажете вы, я хочу в серьезных отношениях, а не просто, чтобы со мной провели время. И я вас понимаю. Но разные мужчины по-разному воспринимают секс. И для некоторых секс и, как раз таки, слабость женщин. Вы дали слабину, вы переспали с мужчиной. И мужчина хочет, возможно, чтобы это по-вторых. А если вы этого не сделаете, то мужчина будет думать, что вы его просто не пускаете к себе, как бы, близко. И уже вам выбирать, проводить свое время или нет. Вступать в связь или нет. Каждому мужчине, ну не свой подход, у каждого мужчины есть свои желания, свои страхи, свои сомнения, свои цели, идеалы, ценности. То это вам нужно знать. Знать для того, чтобы лучше понимать, куда и в какую сторону вам двигаться, чтобы этот мужчина стал вашим. Если, допустим, человека волнует духовное, то дайте ему это самое духовное. Если человек скажет бабник, то нужно постараться чем-то отличаться от других женщин, чтобы мужчине не хотелось идти к другим. То есть, каждого конкретного мужчину необходимо изучать. Изучать, естественно, в общении. А потом мудро пользоваться тем, что вы знаете. Наконец, следующий момент, который мне бы хотелось раскрыть, это ваша последняя строчка. Она, будем говорить откровенно, странная. Если понимать ее буквально, то либо вы ведете себя как агрессивная и, как бы сказать, подавляющая по отношению к мужчине. И то, и другое, как вы понимаете, плохо. Отчасти это похоже на тот полис, что привел и вам я. И если это так, то есть один баланс. Тринжина для мужчины, действительно, отчасти и в чем-то ребенок. Но она всегда мудрее его. Тогда более практично, чем мужчина. Более выше по уровню, чем мужчина, как бы по отношению к каким-то бытовым и честным моментам. И этим нужно пользоваться. Но при этом мужчина – это совершенно другая сильная сторона логики. Там, допустим, сила, упорство, ответственность. И вам, естественно, этого брать на себя не нужно. Соответственно, в чем-то можно проявить себя наивно. И в чем-то можно проявить себя как ребенок. А в чем-то надо проявлять себя как взрослый и как мудрый человек. Но мудрый человек, истинно мудрый человек, никогда не покажет другому, что он взрослый. Для другого человека такой мудрый всегда будет казаться ребенком. Просто потому, что он не будет понимать причин его поведения. истинно. Надеюсь, вам моя мысль истинна. Вот, собственно, такой ответ на ваш вопрос. Надеюсь, помог вам. Если хотите поговорить, обращать в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok